Приветствую вас, Алёна. История Алёны такова, что она рассталась за своим женихом по причине того, что он вследствие трагических событий произошел конфликт между родителями её и её жениха. Вопрос, касающийся денег, вопрос, касающийся возврата долга, вот, и, соответственно, последующие накрутки молодого человека Алёны, вот, и возникновение у них всё рассказало. Алёнь, смотрите, какая штука, я не очень здесь понимаю, в чём ваш вопрос. То есть, ну, вы написали текст, вот, вы просите совета. Дело в том, что психологи, психологи совет не дают. Вот, и мы не можем вам дать совет. Мы можем помочь вам разобраться в себе. Можем озвучить проблемы, которые у вас имеются. Конечно же, с нашей точки зрения. Ни в коем случае не претендую на истину. Например, я могу сказать, что вы эмоционально сейчас слиты со своей мамой. Я могу сказать, что вы не отдаёте себе отчётов в том, как вы поступаете и для чего. Потому что, говоря о том, что у вас с молодым человеком начали скандалы, что вы, в общем и целом, в лучшем случае, просто как-то вот транслируете, может быть, позицию, вероятно, своей мамы. Да? Вот. Понятно, что здесь наложилась травма потери. Это отдельная история. Но суть-то в том, что вы не позиционируете себя как самостоятельный человек, отдельная личность. Вы позиционируете себя как кого-то, кто транслирует мысли и чувства других, даже если они имеют под собой основания. Поэтому первое, чем нужно работать, это с обозначением личной границы от мамы вашей и вообще ото всех. Да? Вот. Второе, конечно, это травма потери. Необходимо с этим работать, потому что, очевидно, что она на вас влияет. Вот. А дальше, в общем-то, можно говорить о вашем самостоятельном пути. Можно говорить о том, чего глобально вы хотите. Можно говорить о том, к чему глобально вы стремитесь. И здесь применчивается вопрос веры. Как эта самая вера вам в этом смысле помогает? Не заменяете, не замещаете ли вы верой себя? Вот все, все, все момент. Итак, пройдемся по тексту. Полгода назад мы с моим женихом расстались. Как вы это воспринимаете? Вы об этом ничего, по-моему, не пишете. Как вы воспринимаете расставание с женихом? Получилось все как-то очень плохо. Ну, надо сказать, что расставание редко получалось хорошо. Поэтому в данном случае все логично. В мне в другом городе попала больница моей бабочки. Моя мама решила забрать ее к нам. Кому нам. Понимаете, как бы. Мы живем... Ну, мы живем на квартире. Я так понимаю, что вы живете со своей мамой. Да, я понимаю, что вам 19 лет. Но вопрос заключается в том, а в планах ли у вас жить ответственность? Мой жених взял в ипотеку дом и предложил привезти бабочку туда. Смотрите, что меня несколько напрягает, да, здесь. Меня напрягает то, что вы называете своего молодого человека женихом. Так, как будто единственное. Вот единственное, что вас, так скажем, волнует. И единственное, как вы видите своего жениха, это, собственно, как жениха. Но не только жениха. Он еще и человек. Он еще и личность. Он еще и мужчина. И я, конечно, не знаю, сколько времени вы встречаетесь. И сколько времени вы вместе. Но это очень важный момент. Давайте подумаем вот о чем. Между вами и вашим пока что бывшим молодым человеком. Что общего? Дальше. После того, как мама переехала с бабушкой, все было прекрасно целую неделю. Потом бабушка умирала. Это травма моей вам соболезнований. В тот же день нужно было найти деньги на похороны. Мы с мамой и другими родственниками потратили много денег на лекарство и дорогу. Но опять же, кто мы? Да, то есть здесь вы как будто бы вот свои личные ответственности себя отдельно вообще не воспринимаете. Это большая проблема. Родственники жениха помогли нам с деньгами на похороны. Через два дня после похорон приехали мама с папой жениха. В его отсутствии начали узнавать, когда точно мы сможем отдать долг. К этой модели поведения можно относиться по-разному. Но обратите внимание, диалог ведет ваша мама. Вы пишите, что моя мама сказала, что как только мы придем в себя. То есть я бы сказал, что здесь вы и ваша мама не отделяйте себя друг от друга. Это большая проблема. Потому что вот, скажем так, технически все проблемы, которые вы описываете, происходят именно из-за этого. Что мама говорит за вас, она не говорит за себя. И вы говорите за себя и маму, но не говорите за себя отдельно. Значит, как только мы придем в себя, пройдет хотя бы месяц, мы заработаем. Опять же, кто мы? Хотите вы зарабатывать? Непонятно. Да? Ага. Так. Тогда мы точно сможем сказать. Но мы и пообещали, что точно все вернем. Опять же, кто мы? Да вот. Они нам повторяли целый час. Мама была на нервах, резко ответила отцу. Они... Он... Он разозлился, сказал, что нечего горем убиваться. Бабочка уже рядом с Богом, они верующие. А вы... Алена, по-моему, вы тоже верующие. Как же вот здесь непонятно, что вы выделили. Непонятно, что вы выделяете факт того, что они верующие, а как бы вы-то сами тоже вроде верующие. Моя мама сказала, что никто не может отсюда, потому что она горюет по своей матери. Вот это вот здесь ваша мама, в общем-то, очень верную позицию занимает. И все сразу сказали, может им вообще не стоить женицы. Почему отречают они, а не вы, Алена? Дальше накрутили жениха. И все у нас начали ссоры и скандалы. Ваша ответственность ссорах, Алена. Конкретно ваш вклад в ссоры и скандалы. Я понимаю, что сейчас вам тяжело. Я понимаю, что возможно вы не пережили потерю бабушки. Но, если вы задаете вопрос, давайте разбираться. Что значит у нас начались ссоры и скандалы? Ссоры и скандалы это не что-то произвольное. Ссоры и скандалы это следствие активности вас и, да, вашего жениха. Но минуточку, вы к нам обращаетесь, вы. И, значит, и вопросы к вам. Так, они поставили выбор между мамой и женихом. Пусть мама моя переезжает или уезжает, она спокойно нам жить не даст. При чем здесь вы? Мама, значит, переехала, а на следующий день его мама мне позвонила и сказала, что мне тоже надо сидеть, потому что зарплату у меня маленькая, они залют этот дом. Заранду. Причем здесь его мама, если вы со своим молодым человеком в отношениях. То есть, понимаете, какая штука? У меня ощущение, да, что не у вас, как бы, отношения с вашим молодым человеком, а как будто бы отношения между родителями. Это большая проблема. Да, конечно, хорошо, когда родители, ну, как минимум, да, поддерживают своих детей в выборе. Это хорошо, но, извините, это не обязательно. Спустя полгода мы с моим бывшим жеником встретились в храме на службе. Поговорили, он сказал, плохо быть одному. Не очень хорошая мотивация, чтобы быть в отношениях. И разошлись. А ваша-то активность, Алёна, где я? Ваша-то активность какая? Ага. Потом я не стал, только хотел бы поговорить, он сказал, тогда все эти полгода я могла бы найти повод не поговорить, теперь всячески меня игнорируют. Ну, это не личина смысла. Опять же, вы по какой-то причине написали, что хотите поговорить, но не выразили свою базу о чем? Говорить категорически не хочется, я молюсь за него Богу. Хорошо. И что дальше? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Вам необходима вот по этим направлениям психотерапия, поэтому выбирайте себе психолога на сайте и начинайте работать. Соответственно, я думаю, что даже если отношения с мужчиной вы не вернете, то, по крайней мере, такой ситуации больше не повторится. Потому что если молодого человека накрутили, то он человек определенного типа. Вы выбираете мужчин определенного типа. И этот выбор вам также необходимо, ну, хотя бы как минимум лучше осознавать. Потому что ничего не бывает случайно и ничего не происходит просто так. Всего вам самого доброго. Всем пока. - -